Этого всего могло бы и не быть. Приглашаю к себе в спальню через окно. Тут будет моя оранжерея, зимний сад. Просторная гостиная. Соседи мне показали территорию. Не очень идея была строить зимой, но я не отчаялась. Добрый день, дорогие дачники, садоводы, огородники. Все те, кто интересуется загородной жизнью. С вами нетипичный фермер Анна Акинина. И я приглашаю вас к себе на стройку. А то уже некоторые подписчики взбунтовали. Где живые видео? Почему мы видим только телепередачи? Телепередачи, на самом деле, очень классные. Я столько души в них вложила. И, конечно, я не оставлю вас без привычного контента. Контент, на то он и контент, что он разный, интересный. Если количество подписчиков растет, значит, я точно не ошибаюсь. А нас уже с вами больше полумиллиона. А в прошлом летом было еще, по-моему, 200 тысяч. На 300 тысяч выросли за последние 7-8 месяцев. Итак, этого всего могло бы и не быть, если бы не мои мечты о доме. Там сейчас уже есть полноценные комнаты. Я приглашаю вас на экскурсию. Приглашаю к себе в спальню через окно. Вот такая вот у меня спальня. Сейчас я смотрю, как-то она маловато, что ли, кажется. Но пока тут, да, кирпич стоит, пеноблок стоит. У меня два таких панорамных окна. Одно окно у меня выходит на одни ворота. Второе окно на вторые ворота, чтобы, ну, там, в случае чего-то, так в окошечко гляну, просмотрел. И на весь участок тут будет зеленый газон, лужайка, растения. Вообще просто кайфую. Кстати, хочу вам сразу сказать. Не очень идея была строить зимой, потому что у нас были очень сильные морозы. И, по сути, в эти морозы никто ничего не строил. И просто вот этот процесс стройки растянулся надолго. И все, что могли бы сделать за две недели в теплую погоду, мне растянули там на 2-3 месяца. Но я не торопила рабочих, особо не вкладывала там энергию, что мне надо быстрее, быстрее. Я изначально хотела побыстрее, до Нового года хотела закрыть крышу. Потом поняла, что в срок не укладываемся. И, ну, как бы я отпустила эту ситуацию. Вот только сейчас доделывают стены. Будут заливать армпояс, будут заливать перемычки на окна. И потом начнем уже делать крышу. Пойдемте. Опять вход через окно. Спальня не очень большая, хотя она нормальная, нормальных размеров. Гардеробная зато большая, по-моему, 9 квадратных метров. И тоже, смотрите, с большим окном поставлю тут туалетный столик. Буду тут примерять наряды, может быть, краситься. Гардеробная классная. А вот сейчас в ней стоит практически три поддона с пеноблоком. То есть будет вместительная. Дорогие друзья, я, мой любимчик, мы назвали этого кота Трешка. Подпольное его имя. Трешка, потому что такое ощущение, что он проглотил трехлитровую банку. Он сейчас еще похудел, сходнул Трешечкой. Трешечка. Это соседский кот. И он вместе с Альфонсом тогда пришел, и я их, типа, приютил двоих, а потом он пришел с ошейником. Ну, соседи мне показали территорию, типа, кот наш, я вообще не претендую, но пожрать он ходит ко мне. И если я дома, он бежит со всех своих лап и в туалет быстрее наяривать корм. С Альфонсом они дружат, да? Продолжаем. Вот так, как мы зашли через окно, чтобы вы немножечко понимали. Дальше у меня вход в гардеробную только из моей спальни. Это моя личная гардеробная. А чтобы попасть ко мне в спальню, нужно пройти вот через такой коридорчик. И из коридора все основные направления. То есть тут вход в мою спальню, рядом спальня Виктории. Гардероб у нее будет встроенный, сейчас я вам покажу. Это санузел, нам с Викой на двоих, довольно-таки просторный. Тут будет стоять ванная. Дальше идет кабинет. Основной вход в дом. Если пойти совершенно в другую сторону, будет уже гостиная с кухней. То есть зона дома разделена на две части. Получается, спальня и пространство. Если вдруг придут гости, там тут стутся, чтобы можно было спокойно уединиться. Это на другом конце дома. Пойдемте к Вике. У Виктории тут простор. У нее тоже два панорамных окна. Одно, правда, на забор выходит, но мы ей там красивые кустики поставим. И, смотрите, стены неровные, очень много ниши. Эти ниши, это всякие шкафчики, полочки. Мне отрисовывал это все дизайнер. То есть вот небольшой кусочек взяли из моей спальни, чтобы сделать ей гардеробную тут. Ну, получилась прям такая хорошая спальня. Почему-то по ощущениям она больше, чем моя, хотя вроде как по почте они были одинаковые. Но вы можете это проверить, потому что я сделала проект для себя с душой. С любовью. Проект мне обошелся в 140 тысяч рублей. А мои подписчики могут получить его бесплатно. Я вам его дарю, дарила и буду дарить. Сейчас много новеньких. На сайте akinyin.org вы можете скачать всю проектную документацию. Визуализация дома, план фундамента, то есть полностью. Я уже знаю, что много нетипичных домов по нашей стране уже есть. Наверное, домов пять мне присылали. Пятно застройки у меня 240 квадратных метров, а жилая площадь там, ну, конечно, меньше. В 240 квадрат входит в том числе и терраса, и крылечка. Он меня домой зовет. Говорит, жрать пойдем. Как будто бы вы пришли ко мне в основной вход. Вот так выглядит основной коридор. Здесь тоже, видите, большая ниша. Это для верхней одежды будет шкаф. Там же будет место, где раздеться, разуться, присесть. Еще один гардероб для верхней одежды. Вот он прямо тут. Ну, такой прям шкафчик. И санузел для гостей, чтобы с улицы зайти, помыть руки. И душевая кабина тут будет стоять. Сразу напротив входа кабинет. Кабинет, он же будет гостевой комнатой. Но сейчас нужда в гостевой комнате отпала, потому что есть маленький дом. То есть это будет гостевой дом, если останутся друзья ночевать. И там будет мой, наверное, полноценный кабинет. Дальше у нас идет помывочная, постирочная, котельная. Тоже такая комнатка с окном. И самое главное, просторная гостиная. Здесь будет кухня. Здесь будет диван. А здесь будет камин. И, конечно, панорамные окна. Вот они огромные. Здесь у меня терраса. Про нее я вам говорила. Камин будет с двух сторон. То есть там будет внутренний камин. Здесь будет а-ля мангал. Какая-то зона отдыха. Креселки, столики. Я хочу тут сделать раздвижные двери. Потому что тут будет моя оранжерея, зимний сад. Тоже довольно-таки просторная, большая комната. Если вдруг вы скачиваете мой проект, вы можете легко заменить эту комнату на дополнительную спальню. И тогда у вас будет вообще огромный дом. Мне кажется, что даже две можно спальни сделать. У меня тоже будут выведены коммуникации. Вода тут будет. Даже не верится. Прошло время. Кто-то скажет много, кто-то скажет немного. Получается, прошло полтора года с момента покупки участка. И за полтора года есть уже жилой дом, в котором я ночую. Полностью с коммуникациями. Коммуникации проведены и в большой дом, и в маленькой. То есть это вода, септик установлен. Стоят стены. И вот совсем немножко крыша. Потом окна. И потом, конечно, начнутся основные все траты. Потому что построить коробку – это самое бюджетное, если брать полностью стройку под ключ. Ну, я не отчаиваюсь. Будем строить. Это тоже сплошное удовольствие. Это большой кайф. Наслаждаться каждым этапом стройки. Наслаждаться видео, когда ты смотришь, что вот только рыли фундамент. А сейчас уже стены готовы. И вот эту вот красоту надо сносить. Животных перевозить. Даш, добрый день. Не хочешь ты выходить? Ну что, мы на самом деле не собирались снимать YouTube. Он так и получился спонтанно, потому что стены готовы. Немножечко разгрузили участок от пеноблока. Скоро вот эти доски пойдут на крышу. И можно спокойно заниматься участком, делать ландшафтный дизайн. А мы со съемочной группой пошли снимать наши программы на телевидении. Проймите уже эту часть жизни. Это тоже часть меня, часть моего контента. Конечно, я не могу себе позволить, чтобы такие дорогостоящие съемки, такие интересные съемки, сколько за последнее время снято новых рецептов, новых идей, людей. И, конечно, лайфхаки, советы. Я не могу, чтобы этот контент просто пропадал. Конечно, я там для вас не такая привычная. Телек обязывает. Но я очень люблю эти съемки. Если не смотрели, обязательно их посмотрите, потому что в них вложена часть моей души. Мы пошли снимать. Сегодня будем снимать два рецепта. И тоже скоро их увидите на YouTube. Всем до встречи. С вами был Нетипичный фермер. Пока. Трешка. Кс-кс-кс. Домой. Есть. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Продолжение следует...